Вязание беретика Самая обычная резинка Самая простая резинка Связанная на двух фонтурах Сейчас я буду делать расстановку игл Высотой буду шапку вязать 20 см Шириной Как правило берется вся машина Но у меня поскольку я буду вязать На небольшой манекен Голова чуть-чуть меньше стандартной Объем головы 50 см Я взяла поменьше, чем полная машина При том, что узор будет достаточно рыхлый То есть если плотность не слишком рыхлая Берете всю машинку Если плотность очень рыхлая И вы чувствуете совсем объемно получается Тогда берете столько петель Сколько вам нужно Конечно нужно взять Провязать расчетный образец И посмотреть какой объем шапки вы хотите И на количество вот этих Сантиметров делать Расстановку игл Сейчас я буду устанавливать иглы Установку игл для вязания шахматки Шахматка у меня будет 5 петель 5 на 5 у меня есть декеры пятиигольные Ими я буду пересаживать мои петли Можно конечно коромыслом Но это очень долго Стараемся облегчать себе работу И приобретайте инструмент Который вам будет помогать Но первая расстановка идет при помощи коромысла Потому что эти иголки один на один Проще раскидать вручную Итак Первая игла у меня пойдет Краевая Ее вообще принимать участие в работе Она не будет никогда Она будет все время находиться на этой фонтуре И она пойдет у меня под сшивание Следующие у меня будет 5 игл И переношу их на Вторую фонтуру Почему туда? Потому что там у меня стоит Там уже были петли Видите? Одна, вторая И между ними третья Я перенесла две петельки У меня поскольку 5 игл в раппорт Две крайние и одно средние Будут логично выходить из резинки Поэтому тоже смотрите Чтобы Когда вы будете узор компоновать Чтобы у вас все-таки резинка логично переходила в рисунок То же самое здесь Игла стояла здесь Здесь, здесь Значит я сюда переношу Мой квадратик И тогда у меня рисунок очень хорошо пойдет Прямо из резинки На вывязывание квадрата Сняла Поставила в переднее положение Потому что машине легче забирать С переднего положения Вязание Особенно когда у нас что-то меняется Мы переносим одно изделие Один узор переходим в другой И 5 на 5 Почему 5? Во-первых, потому что у меня Пятиигольные декеры А во-вторых, потому что По 5 игл Ну это, наверное, максимальная толщина Для симпатичной шахматки Если делать больше То она будет уже совсем большая Но это мне так кажется Смотрите Какой инструмент у вас есть Таким и пользуйтесь Если у вас Только то, что Положено в комплекте Трехугольный Конечно 3 на 3 Это очень мелко Это очень красиво Но получается Очень долго пересаживать Поэтому Если совсем лень Делайте Например Не 5 на 5 А 6 на 6 Если у вас только Трехугольные декеры Ну и до конца Пересаживайте И провязывайте То количество рядов Которые вам Для этого узора подойдет Я буду провязывать 6 рядов У меня 5 петель Раппорт Я провяжу 6 рядов На самом деле Не обязательно Вывязывать четкий квадрат В узоре Это не требуется Самое главное Чтобы эти квадраты Все время были Одного размера Поэтому я провязываю 5 на 5 У меня петли И По 6 рядов Я буду выполнять Каждый раз Узор Пересаживайте Все петли Ставьте Рабочую плотность Рыхлую Шахматка Лучше смотрится В рыхлом варианте Тем более Это берет И провязывайте 6 рядов На Всех иголках Когда разнесли Петли По фантурам Берем Линейку И проверяем Иглы Которые стоят Впереди Должны стоять В переднем положении И проверяйте Что Все что стоит Сзади Должно стоять Четко В заднем положении Если какие-то иглы У вас Вы видите Они где-то там В середине Находятся Машина Заберет их В работу И Хорошо Если просто Провяжет Вам лишние петли А не заломает Иголки Потому что Когда иглы У нас встречаются Для машины Это очень нехорошо Просто ставьте На пятки Иголы Линейку И проводите Все Все Заодно Перепроверяйте Себя Что у вас Четко в шахматном порядке Иголки встали в работу Все отлично Счетчик 0 Плотность У меня на резинке Была плотность Достаточно тугая Сейчас ставлю рабочую На обеих фантурах Тоже не забывайте Этот момент Потому что Иногда ставят Плотность На одной фантуре Вторую забывают И провязываем 6 рядов После тугой резинки Первый ряд Может идти Не очень весело Дальше все будет нормально Провязали Берем два декера И меняем местами Наши петли На всем полотне Вот таким образом Вязывается шапочка Шапочка Шахмат Конечно шахмат Как меняются петли Краевые иголки У меня как стояли Так и стоят Они вообще не принимают Участие в работе Снимаю на декер Осторожно Чтобы у меня Не захватились Языки И переношу На декер Второй декер Переодеваю на иголки Это самый быстрый способ Поэтому когда вы вяжете Такой узор Как шахматка Желательно выбирать Декер Который у вас есть в наличии Пересадили Перенесли Представляете Сколько времени Вы будете это делать Коромыслом Поменяли Перенесли Раз, два, раз, два, раз, два Переменяли Провязали 6 рядов Поменяли 6 рядов Поменяли 6 рядов Это у меня такой узор У вас узор вполне возможно Будет немножко другого Сечения Не 5 на 5 А 3 на 3 6 на 6 2 на 2 Как угодно Хватает сил 2 на 2 Очень пюстрый узор Будет очень хорошо смотреться И вяжете Нашу шапку Не доходя Сантиметров 10 До макушки То есть вяжете Чуть больше половины Потому что на макушку У нас идет Обычно Сантиметры 4 Здесь Ну оставьте Сантиметров Нет 10 много Сантиметров 8 Когда остается 8 сантиметров Останавливайтесь Будем делать Самый простой способ Убавки Полотна На вот таких прямых Фактурах Довязали до начала Убавок Убавки бывают Очень разные Масса способов Увязывать донышко Я сейчас вам покажу Самый простой Самый-самый простой Для того Чтобы берет наш Был действительно быстрый Поскольку Быстрые пересадки Вы видели Что это делается Двумя декерами Очень быстро Быстро связали резинку Быстро связали полотно И сейчас быстро Сделаны Убавки по макушке Наиболевый декер И Сейчас мы с вами Будем убирать Петли В середине полотна Я сделала пересадку У меня 54 ряда Я всего буду вязать Ну 66 наверное рядов Этого достаточно будет 66-70 Вот так вот Эта петля у меня Неизменна Вот первый квадратик наш И смотрите Я беру И убираю Центральную Часть Игла Остается в заднем положении И она в этом заднем положении Будет находиться Постоянно Я ее больше В работу Ставить не буду То же самое Другой декер Одной двухугольной Вот пересадили Две петли И центральную На соседнюю Все Та игла Остается в заднем положении Что я делаю Почему двухугольным декером Потому что сейчас Все иглы стоят В переднем положении И мне просто Не натянуть Иголку Петлю На иглу Которая стоит Высоко Немножко Неудобно Это сделать Но Вот Беру две Петельки Ставлю их В рабочее положение И центральную Снимаю на соседнюю Это я делаю Для того Чтобы уменьшить Количество петель С этой стороны Ничего не пересаживается Прям даже странно Как-то При таком подходе Количество петель У меня Уменьшается Стяжка будет Выполнена И Плотна станет Визуально меньше И не только визуально Но и количество Что ж такое С этой стороны Какая-то Не хочет Она мне Надеваться Не только По количеству Петель Станет меньше Но и Визуально То есть у меня Макушка Будет Гораздо Аккуратнее Смотреться Но это не все Кроме того Что я сейчас Меньшаю Количество Петель На машинке На игольницы Вот таким Вот таким Хитрым способом Я еще Сделаю Плотность Потуже Для того Чтобы стяжка Пошла Потому что Основное Вязание У меня было На достаточно Рыхлой плотности Семерка С двумя точками На семерке Да Просто на семерке Этот ряд Я провязала Один блок Я провязала На шестерке И сейчас Пока я помню Я ставлю Пятерку И на Одной И на второй Фантуре То есть я сейчас Стягиваю полотно За счет Вот этих вот петель Которые у меня Убираются Полотно Не будет Слишком перетянуто Оно не будет Потому что Сейчас я провяжу Шесть рядов И уберу еще Часть петель У меня получится Достаточно Рыхлое Такое вязание То есть я буду Убирать Например Петлю между Блоками Но просто Пересадив ее На соседнюю То есть вот Вот таким вот Хитрым способом Сейчас мы будем Все это убирать дальше Но сейчас Первым делом Убираем Центральную петлю Моя задача Убрать Как можно больше Петель Для того Чтобы стяжка Полотна В итоге Была Как можно Как можно Более маленькой Чтобы не было На затылке Огромного Огромного Мешка Итак Я пересаживаю Центральную петлю На соседнюю У меня блоки Как шли Так и остаются Они уже Видите Я поменяла Местами Пересаживаю Плотность потуже И 6 рядов Провязываю 6 рядов Аккуратно Заканчивается Видите Немножко потуже Пошло вязание Но За счет того Что у нас здесь Дорожка появилась Оно Будет компенсироваться Провязали Пересаживаем Эти петли На другую фонтуру Ну вот так вот Получается Что у нас 2 петли И 2 петли Они достаточно тугие Сейчас мы снимем еще Смотрите Уже Осторожно Потому что Видите Они уже Настолько тугие Что плохо Подцепляются И Пересадили Центральную Назад Можно уже Брать 2 и 2 Декера Если Двухугольные Если Сложновато Натягивать Центральную Назад Вот Пересаживайте И После этого Будем еще Сдвигать Наши Петли Чтобы Их Стало Еще Меньше Провязали Теперь Давайте Сделаем Еще Меньше Петель Берем Петлю С одной Стороны Пересадили На центральную И Петлю Со второй Стороны То есть Из четырех Иголок Мы делаем Три Так Мы одну Берем С краю На серединку И с другой Стороны Тоже На Ой Неудобно Ставить С стороны Так На Серединку С края На серединку С другого Края На эту С серединку Видите У меня Из четырех Игол Получается Три Основная Масса Игол У меня Стоит В заднем Положении Здесь В работе Получается Достаточно Мало Количество Иголок И В принципе На этом Мы можем И остановиться Потому что Больше Вязать Мне уже Не надо Я провязала Всю длину Сейчас Провязываю Еще Четыре Ряда Потому что Здесь Получается Очень Такое Малое Количество Игол На Плотности Еще Более Тугой То есть Я и так Сделала На пятерке Сейчас Ставлю Буквально Три Четыре Три И Провязываю Два Ряда И Последний Ряд Будет На Достаточно Такой Рыхлой Плотности Чтобы У меня Была Хорошая Стяжка Потому что Когда Тугая Петля Ее Очень Тяжело Стягивать Стягивать Хорошо Рыхлые Петли Это Я говорю Про Самый Последний Ряд И Когда Мы С вами Провяжем Мы Просто Все Эти Иголки Соберем Все Петли Соберем На Одну Нитку И С вами Затянемся Пересаживайте Провязывайте Два Ряда На Более Тугой На Максимально Тугой Клинку Но Если Сейчас Буду Провязывать На Четверки То Ставьте Шестую Седьмую Один Ряд И Собирайте Все Петли На Одну Нитку На Рабочую Нитку Можно С помощью Иголки Можно С помощью Декера С помощью Кручка Как Угодно Пройдите Соберите Все Петли На Нить И Собственно На Эта Наша Шапка Уже Связана Будем Ее Сшивать И Мерить И Вот Так На Иголку Снимаете Петли Конечно Не могу Сказать Что Это Очень Удобно Снимать Двух Фантур Петли Но Осторожно Потихонечку Периодически Надевайте Снятые Уже Петли На Иголки Чтобы Не провисало Потому Что У нас Тяжка Висит И Аккуратненько Убирая Иголки Назад Чтобы Они Прямо Снимаете Петли С каждой Иглой На Одну Убку Если Вам Понравилось Нажмите Нравится Поделитесь Друзьями А также Подпишитесь На мой канал Чтобы Будь в курсе Всех Обновлений И жду Вас На нашем Сайте Изба Вязальня В школе Машинного Вязания Где Мы Обучаем Стремителям Освоению Абсолютно Любой Вязальной Машинки С нуля Ваша Наталья Некрасова